Всем привет! НХЛ Кумру в традиционном обзоре подводит итоги второго матча полуфинала Кубка Стэнли между Вегасом и Монреалем. Канадиенс вновь удался великолепный старт. Как и в первом матче, гости огорошили Голден Найт с напором и скоростью, полностью оставив за собой первые 20 минут. Сама за себя говорит статистика. 12-4 по броскам в створ ворот и 8-1 по голевым моментам в пользу Монреаля, который на этот раз своим преимуществом воспользовался и забил два безответных гола. На седьмой минуте Йоэль Армия открыл счет после затяжной атаки, а за три с половиной минуты до перерыва лучший бомбардир Канадиенс в плей-офф Тайлер Таффоли сорвавшимся броском переиграл Марк Андреа Флюри. Собственно, этого задела Монреалю хватило на весь матч, хотя не все было так просто. Последние 40 минут Вегас доминировал, перебросав соперника со счетом 27-11. А решающий момент произошел за пару минут до конца второго периода, когда редкая ошибка хозяев привела к быстрому прорыву Пола Байрона, играючи, переигравшего Флюри и сделавшего счет 3-0. Оставшееся время прошло в отчаянных попытках Вегаса отыграться, и ведь это почти удалось сделать. Еще до второго перерыва Алекс Пьетранджело после выигранного партнером вбрасывания через плотный трафик дальним броском пробил Кэрри Прайса. А за 5 с небольшим минут до конца третьего периода Пьетранджело отправил шайбу в ближний угол. Все шансы сравнять счет у Голды Найтс были. За эти последние 5 минут они создали опасных моментов примерно столько же, сколько за предыдущие 55. Опасные броски удались Джонатану Маршесо, Марку Стоуну, Матиасу Янмарку, а на последних секундах Пьетранджело был близок к хэт-трику, но его бросок заблокировал настрадавшийся капитан Монреаля Ши Уэбер, закончивший матч с пятью блокшотами и семью силовыми приемами. Одним из героев встречи стал защитник Джефф Питри, вернувшийся в состав Монреаля. Вследствие его выздоровления в составе не оказалась Александра Романова. Канадиенс сравняли счет в серии и теперь отправляются домой в надежде продолжить удивлять окружающих и самих себя. Подробные обзоры и анализ матчей читайте на nhl.com.ru Спасибо, что были с нами. Я Сергей Демидов. Увидимся!